Чтобы сделать закон, собственно, происхождение нашей группы, разобраться с ее особенностями, надо посмотреть, чем же мартышкообразная обезьяна отличается от человекообразных. Ну, мартышкообразных мы с вами в прошлый раз, я вам показал там некоторых из них, про их особенности мы с вами поговорили. Человекообразная. В настоящее время в мире обитают всего четыре рода человекообразных обезьян. Семейство антропоэда и четыре рода. Первый – горима, четвертый – депон. Я не случайно их написал два и два. Дело в том, что вот эти рода, где обитают, горима и шимпанзе. Африка. Это африканцы. А вот эти? Никогда в Южной Америке широконосые обезьяны, которых к человекообразным, никакого отношения не имеют. А в России? А в России? Ну да, это верно. В Москве особенно много. Выходишь сейчас пить на улицу, за рулем сплошные гиббоны. Ярмутана – это Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия материковая и острова, крупнейшие острова Индоней. Но обычно, как считаю, человекообразные, кто такие, большие и умные. Ну, должен вам сказать, что это совершенно не так. Самый крупный из гиббонов – сраснопалк или сиаманк. Масса его тела всего до 12 килограмм, не такой он и здоровый. Чтобы он был шибко умный, от павианков он существенно уровнем развития интеллекта не отличается. Дело не в размере и дело не в стихне развития интеллекта, а дело в другом. Если мы рисуем схематичное мартышкообразное обезьянное, мы получаем нормального четвероногого млекопитающего. Вот наш мартышко. Отлично. А вот если в такой же позиции я нарисую человекообразное, то мы получим что-то совершенно ни на что не похожее. Получим и вот что. Размер тела тот же самый. В чем дело? Из этих схемок видно, какие конечности у него мартышкообразных длиннее. Переднее резание. Переднее резание. Переднее резание. Переднее резание. Почти одинаково. Почти одинаково. На самом деле на 3-4 процента длиннее заднее. Дело в том, что как мартышка движется по лесу. А ровно так же как по земле. Бежит на четвереньках по ветке. При прыжке чем толкаются? Задними. Задними приземляются. Переднее. Захватывая переднее. Ровно как у нормального наземного млекопитающего, задняя конечность всегда несколько сильнее и длиннее, чем передняя. У мартышек так же. А то у человекообразных совершенно другая комплекция. Мы с вами несколько раз говорили о проблемах конкуренции. Выгодно или невыгодно уходить из-под давления конкуренции. Если удастся как-то такой способ приспособления найти, который другие не нашли, то оказывается, что мне никому не мешают, да и я никому особо не мешаю. Вот эти уходы из-под давления конкуренции создают для сходных животных целый спектр разных решений одной и той же задачи. В данном случае две такие конструкции. Это успешная попытка двумя разными путями решить одну из самых важных задач, задачи получения пищи. Вот у нас такая стандартная лес и ситуация ветка дерева лод. Хочется победить, сорвать лод. Как это будет делать и решать мартышкообразная обезьяна? лодка. Отлично. Мартышкообразная обезьяна бегает по веткам на четвереньках и работает с пищевыми объектами сверху, находясь на ветке. А человекообразная не так. Ровно та же самая ситуация. Ветка. Вот. Вот и решение человекообразной обезьяны. захвата объекта снизу, подвесившись в пол. А в результате формируется совершенно фантастический способ движения по лесу. На руках. Самые большие специалисты при таком способе движения это гиполмы. Остальные имеют хуже. Детеныши у всех имеют. Но дело в том, что остальные намного крупнее и тяжелее гиполмы. Сейчас я объясню, как двигается гиполма. Хорошо. Сорвал плод, съел. А дальше? А дальше вот этой рукой отбросил вверху назад. А вторую руку вытянул вперед. Вот так. Поскольку отбросил назад, меня инерция двинула вперед. И второй рукой схватился за ветку перед собой. Держу ее долю секунды. Только затем, чтобы отбросить ее назад. Получить толчок. И второй рукой ловить следующую ветку. Такие скачки, полеты по лесу. На руках. Называется такой способ движения. Брасиация. 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 И лучшие брасиаторы, как я сказал, гиполы. Тело раскачивается как маятня. Вот так подвешено на руках. Хорошо. А теперь представьте, что вы в физкультурном зале. Помещено переплавление. И пробуйте раскачаться. А к шорту у вас сзади прицепили, прикололи, связку сосисок. Скажите, эта связка вам помогает раскачиваться или мешает? Мешает. Разумеется. Сбивает ваш центр тяжести. Возникает, повышает вероятность травмы и так далее. В результате у всех человекообразных что с хвостом происходит? Редукция хвоста. Легидирует с хвостом. У мартышек хвост зачем нужен? Ведь хвататься они им не умеют. Хвататься с хвостами умеют только американцы. Только широконосцы. Конечно, равновесие. Причем даже не во время бега по веткам. А в какой момент? В прыжке. Так же, как белка. Это балансиры во время прыжков. Но прыжок-то у них как делается? Позвоночник в прыжке у них горизонтальный или вертикальный? Горизонтальный. В этом случае хвост играет роль балансира с очень хорошим эффектом. А при полете в воздухе, вот на этапе полета у человекообразный, в каком положении позвоночник? Горизонтальный или вертикальный? Вертикальный. А здесь хвост только мешает. Ничего балансировать не будет. Поэтому хвосты интуцируются. Вторая особенность неприятная. Представим себе, что вот эта ветка, она передо мной и я собираюсь за нее хвататься. Вытянула руку, обратите внимание, если мои пальцы хотя бы чуть-чуть разошлись во время моего движения, что произойдет? Понятно, что это перелом пальца. Если захват произошел неверно. Так? Хорошо. А я на высоте 30 метров над землей. Что со мной? Поэтому у всех протеаторов вот эти четыре пальца работают совместно, как один хватательный крюк. А величина большого пальца, первого луча, резко уменьшена. Вот у нас, если мы вот так сложим пальчики, конец большого пальца окажется выше сустава, с которого начинаются указатели. А у всех человекообразных конец большого пальца вот здесь. Он вообще не достает до начала остальной четверки. Очень низкий. Зачем? А чтобы не мешал хвататься. Кстати, на наших руках вполне себе есть остаток, который говорит о том, что предки наши, но не то, чтобы сильно специализированы брахиаторами были, но во всяком случае в родстве с этой группой. Проверьте это элементарно просто. Уприте вот так. Утверля. Теперь вот так вот сложите средние пальцы, уберев второй фалангой друг к другу. Понятно? Хорошо. Вот наша исходная позиция. А теперь давайте, сведите и разведите большие. Классно. Мизинцы. Классно. Указательные. Ага. Безымянные. Нет. Не отнимая друг от друга средние пальцы. Не отнимая. Попробуйте развести безымянные. Ага. В чем дело? Вот эти два луча, вот эти два луча, у нас остаются спарены в ладони. Да? Вот просто в настоящих брахиаторах все четыре луча спарены. Все четыре работают на совместном захвате. У нас осталась только вот эта спарена. Но она, как легко убедиться, свидетельствует о том, что одно время наши предки были близки к вот такой группе. К рюкообразно хватающимся. Кстати, брать предметы вот такой ладошкой, как у человекообразных обезьян, конечно, можно. Обезьян не только это часто делают, но они не только пользуются орудиями. Но, как за последние десятки лет, огромное количество материалов поступило. Они изготавляют орудия, учат друг друга. Есть среди них двоечники, есть среди них отличники. У двоечников такая печальная судьба. Они навсегда превращаются в попрошаек. Ну, потому что, если не овладел полкой ореха при помощи камня. Камня, наковальня и так далее. А дело в том, что если до трех лет не научился, дальше не научится. Просто схлопнется возможность обучения в этом отношении. Зубами такие орехи, конечно, можно разгрызть. Но при этом эмаль пусками отваливается от зубов. Скорлупа уже более прочная. Ну, в результате такой двоечник, который попрошился. Овречился. Дальше всю жизнь будет клянчить. Да, орешка, да, орешка. Потому что сам разгрызть не может. Да, отличники сидят, колотят и уплетают за обе щеки. Сколько научились, хорошо. Все нормально. Не только использование, но и изготовление орудий, что намного существеннее. А в обезьян есть. Но вот берут они предмет совершенно не так, как мы. У них же очень короткий большой палец. Поэтому вот так вот взять предмет, ему очень неудобно. Вот какой захват. Либо вот такой ладонный. Тоже часто бывает. Большой палец захватит очень редко. Как я уже сказал, лучший брахиатр – это гемоны. Представьте себе, что будет, если начнет брахировать в лесу взрослый самец гориллы. Ну, важно тропический лес превратиться в троевую рощу. Немедленно. Потому что с него будет сбито и обудрано все, что может быть. Взрослые армбутаны, конечно, никогда не брахиают. Даже взрослые шимпанзы. Масса у них поменьше, там где-то в районе 50. Но все равно достаточная для того, чтобы наложить запрет на брахиатр. Как они будут двигаться? Они будут двигаться немножко иначе. Уже без этих подростковых шалостей. Более основательно. Учтите, что обитают все эти виды во влажных трофических лесах. А это густые леса? Да, густые леса. И вот. Вот как двигается по лесу. Взрослый армбутан. Взрослый самец горилла вообще, как почитать, на дерево не лезть. От греха подальше. Он большой, массивный. На земле ему и так никто не угрожает. Только самоубийца к нему приставать начнет. Так что они, конечно, больше на земле. А самки, взрослые подростки, они, конечно, так идут. Ногами по одной ветке, а руками за что держатся? За другую ветку над собой. Вот такой способ передвижения называется груреация. Груреация характерен для армбутанок, для юных горилл, для шимпанзе. Обратите внимание, какое положение занимает тело при груреации. Позвоночник. Ризонтально, вертикально, полувыпрямлено. Полувыпрямлено, причем ближе к вертикальному. Почему существенно? Всю жизнь считалось, что главное отличие человека от всех прочих животных, то, что мы стали на две ноги. Выпрямились. Вот все они ходят на четвереньках, а мы гордо выпрямились на двух ногах. Такие крутые, круче только яйца. Смотрим. А вот это не двунокость? А переходной этап в двунокость, к вертикальному положению тела. А теперь давайте подумаем. А как же интересно палеонтологи и палеонтропологи по маленьким фрагментам окаменевших косточек отличат двуногого зверя от четвероногого. Ваши идеи, прошу. По бедренным костям. Форма бедренной кости, кстати, меняется не очень сильно. Как раз бедренная, поменяется. У меня суставные площадки, углы суставных площадок, конечно, поменяются. Вот здесь я должен вас разочаровать. Как по-вашему, часто ли палеонтологи находят не просто отдельные позвонки, а вот ситуацию, чтобы весь позвоночник целиком сохранился. Мелкие косточки, которые при любом почвенном перемещении очень легко в разные стороны разваливаться. Понятно? Так что, было бы, конечно, гениально найти целый позвоночник и посмотреть, да? Не бывает такого. Отдельные позвонки – это и то удача. По длине конечности хороший признак есть. Хорошо, а по черепу можно как-нибудь полить? Двуногая, четвероногая существа? Реактивный ходит позвоночник. Во, разумеется. Как называется та точка черепа, через которую спинной мозг соединяется с головным мозгом. Большое затылочное отверстие черепа. Это крупное окно, через которое спинной мозг соединяется с головным. Ну и берем нормального четвероногого зверя. Вот собаку-то, допустим. Вот вам конкурс черепа псового. Собака, леса, некрупный волк. Отлично. Как по-вашему, а где будет находиться большое затылочное отверстие? Вот здесь. Крайне сзади нижняя точка черепа. Вот здесь отверстие, вот здесь система крепления. Выступы слева и справа от большого затылочного млекопитающего. Называются затылочные мышечки. Это системообразующий контакт с первыми позвонками позвоночника. Сюда подвержены нижние челюсти. Поэтому, если вы, опять же, не на мультике ориентируясь, а попробуйте все-таки посмотреть на живое зверю когда-нибудь. Скажите, пожалуйста, часто ли лошадь, корова, собака держит свою голову так, чтобы череп был строго горизонтально? Нормально это положение какое? А вот какое. Это понятно? А почему? А центр тяжести у черепа где? А центр тяжести у него вот где. А точка опора у него вот где. Вот здесь он присоединился к позвонкам. Возникает достаточно сильный опрокидывающий момент, который просто пригибает голову вниз. Идет, понятно? Понятно. Теперь вынужденно встали на две ноги. Перешли к более вертикальному положению тела. Это значит, позвоночник дальше не горизонтально пойдет, а вот так пойдет. Обратите внимание, какой угол у нас образовался здесь, в районе затылочного мышечка. Если дальше, позвоночник вот так пойдет. Что будет в этом месте с контактом между черепами и позвонками, если вы взяли и вот так перегнули? Ну, разумеется. Напряжение здесь гигантское. Плюс, к этому, для того, чтобы удерживать голову горизонтально, теперь придется вообще так ладно что-то делать. Ну, есть спинная остистоотростка, вот эти. И придется вешать мускулатуру вот такую мощность, вот сюда, которая должна быть все время сокращена, просто для того, чтобы не клевать на усунгистов. Поэтому в эволюции прямоходящих существ будет происходить две истории сразу. Задачка у нас какая? Взять и совместить, ну, в идеале полностью, ну, в идеале хотя бы приблизить друг к другу вот эти две точки. Точку опоры и центр тяжести. Решать нужно двумя способами. Предлагайте первое решение. А может, еще полный человек по самому не будет? Так он и будет меняться в эволюции, естественно. Хорошее предложение было какое? Челюсти. Конечно, укорочение челюстей. Вот как челюсти начали укорачиваться у наших предков 5 миллионов лет назад, так до сих пор не могут остановиться. Они все короче становятся, короче, короче. И это у современного человека вызывает ряд очень неприятных проблем. Длина челюсти уменьшается, а количество зубов осталось прежним. В результате зубам стало не хватать места на пространство зубного ряда. Скажите, пожалуйста, после смены молочных зубов у нас с вами все зубы прорезаются одновременно или нет? Нет. Нет. Какие зубы запаздывают? Зубы мудрости. Последние моляры, последние коренные. По какой причине запаздывают? А тело выжидают. Ну, подрасти еще чуть-чуть. Подрасти, подрасти. Так же иначе, последнему моляру просто нет места вырезать. Но даже когда рост черепа завершился, даже в этом случае места для нормального прорезания последнего моляра меньше, чем нужно. Поэтому режется он мучительно. Очень часто при этом повреждает второй моляр своего соседа. Очень часто режется с уже поврежденной поверхностью. Как вы видите, эту проблему, на самом деле, мы наследовали из очень много древности, связанной с нашим происхождением, связанной с сокращением челюстей. С этим, кстати, будет связан еще один миф, на который можно налететь в таких квази-научных книжечках. Был ли подбородочный выступ о Пятикантропе и Неандертальце? То есть, вот этот вот выступ, выделяющийся вперед. Небу, Небу, Небу. И, как считали, ну и считали так, подчеркиваю, в конце 19-го века. Почему не могут говорить обезьяны, а у них нет подбородочного выступа? А это значит, вот здесь пространство под нижней челюстью у них меньше, у нас подбородка вперед уехала, а у них он не уехал. Значит, здесь объем меньше и меньше объема для крепления языка. Если меньше объема для мышц языка, то язык умеет хуже болтаться. Если язык хуже болтается, то разнообразные звуки произносить сложнее, все, какое же здесь развитие речи. Вот, дивная картинка. Если нарисовать челюсти того же самого Пятикантропа и современного человека, то мы получим вот такую картинку. Вот через Пятикантропа. Вот это. Как видите, подбородка скупшена. А вот через современного человека. Обратите внимание, что произошло. А уменьшилась вот эта величина. Уменьшилась длина зубного ряда. У нас не подбородок вперед уехал. У нас зубы в глубину запах. Сразу возникает вопрос. А как же это интересно? На сократившуюся линию такое же количество зубов можно разместить. Ну, зубы, во-первых, каждый зуб поменьше становится. Это верно. Но, пожалуй, самое главное вот что. У обезьян, если я вот так сверху смотрю, на нижнюю челюсть, то зубы будут становиться вот по такой линии. Такую челюсть называют В-образная. Ну, перевернутая В ватинская. Вы вынуждены сократить эту длину. А зубов надо оставить столько же. У-образная. У нас с вами зубной ряд вот какой. В результате длина сократилась существенно. Вот степень выступания челюсти. А длина зубного ряда не существенная. Зачет просто искривления прямых. Это вот очень хороший признак того, такая У-образная челюсть, что, ребятки, дело идет в умокости. Хорошо, это челюстяльно. Ну и коротенькие челюсти. Теперь дальше. Вот это первый метод. Делайте отсюда отрезать. А второй метод какой? Существенные длины. Что у нас происходит? История интереснейшая. У нас с вами создают безумные затылки. Вообще-то затылочная кость должна занимать вот это положение. Вот это положение черепа и у любого ряда. А дальше идет такая длинная кость, как ладошки две. В этих ладонях, собственно, лежит головной му. Это кленовидная кость, основание черепа. Снизу, основание черепа лежит. Что происходит у наших предков? У наших предков затылочная приобретает манию величия и начинает страшно теснить кленовидную. В результате у нас с вами встал вот такой затылок. И кленовидная бедная уехала аж вот уже. А челюсть стала у нас коротенькая. Большое затылочная оказалась вот здесь. Вот мышечка. Ну и давайте смотрим. Центр тяжести у этого черепа. Вот он. Точка опоры. Вот она. Разнос по расстоянию большой или нет? Минимально. Достаточно вполне умиренно развитой шейной мускулатуры, чтобы этот череп надежно занимал любое положение на этой шее. В результате сразу по нескольким признакам черепа можно делать вывод о том, какое положение занимало тело живого существа. Вертикальная четверонуга. Длина челюстных костей, форма зубного ряда, положение большого затылочного отверстия, форма и размер кленовидной кости и так далее. Мы с вами сегодня доехали до отличия челекообразных от мартышкообразных. А почему эти мартышки, как были мартышками, так и остались? От челекообразных какая-то муха ужалила там 5 миллионов лет назад. И часть из них пошла по такому странненькому пути, который привел нас сегодня в эту аудиторию. Мартышкообразные в эту сторону не ходили. Раньше, как отвечали, а челекообразные спустились на землю, взяли палку в руки, трахнули по голове ближнему своему и стали человеком. Но вот на самом деле придется разочаровать по нескольким моментам. Во-первых, мартышкообразные чаще, чем челекообразные и осваивали, и до сих пор осваивают землю. Наземных очень много. Это как раз челекообразные типичные лесники. Землю не очень любят. Второе, по поводу палки, удара по черепу и так далее. Для этого совершенно не надо спускаться ни с каких деревьев. Четыре года назад был отснят сюжет во время наблюдений в лесу Кения, как самки-шимпанзе изготавливают, но это не совсем копия, как это все-таки метательное оружие, которое метает на расстояние. А кто знает, как называется оружие, которое, не выпуская их из рук, наносит поле еще удары. Пика. Пика. Самки-шимпанзе изготавливают пики, обламывая ветки, обламывая боковые ветки с них, заостряя конец. Как проще всего заострить конец? Косое слово. Да просто косое слово, ничего подгрызать не надо. Если умеешь хорошо ломать, это получается. Ну и получается такая деревяшка с острым концом. Зачем пики используют? Для разведки. Галага. Помните, я вам показывал в прошлый раз? Да, именно так. Самка-шимпанзе, обходя участок в пищевой территории, просто проверяет духу. Несколько раз в духу свои пики. Если на пике крови нет, она идет дальше. Ну, если на пике кровь, то она дальше будет пытаться при помощи этой пики вытащить добычу наружу и позавтракать. Это только до конца XX века держался миф о том, что наши предки, они вот такие вегетарианцы-вегетарианцы, только растительная пища, орехи, фрукты, ничего подобного. Ну, действительно, там достаточно строгие вегетарианцы, гориллы, армбутаны, а все остальные очень даже охотятся. Охотятся не только на всякую мелочь, но не только с удовольствием, там, конечно, птенцов, птичьи, яйца, ящериц крупных насекомых, но и более крупных животных. Первое было отмечено для шимпанзе во время наблюдений Джейн Банмары в африканском заповеднике бомбы. В киске жертв находятся и другие обезьяны, прежде всего, зеленые мартышки, верлефы, и детеныши рыжей кистюхой свиньи африканской, и небольшие лесные антилопы. То есть список жертв такой, солидный. Плюс к этому, три конфликта в территории у разных группировок шимпанзе наблюдается даже такая странненькая, страшненькая штукенция, как паниболизм. Ну, то есть, если во время стычки кто-то оказывается убит, то победителя скушают побежденного. Так что и такие формы поведения тоже имеются в виду не какие-то гипотетические наши предки, а вполне реально существующие сейчас человекообразные обезьяны. Особенности их пути развития это наше финальное следующее занятие.